Все мы прекрасно помним, что в 2008 году в ауле Кашихабль было начато строительство спортивного комплекса. Затем финансирование приостановили и до настоящего времени он оставался незаконченным. Но в этом году, благодаря инициативе временно исполняющего обязанности главы Адыгея Мурата Кумпилова, завершить строительство комплекса взялась компания ООО «Южгазэнерджи». Этой новостью очень обрадовались не только жители аула, но и всего района. На днях наша съемочная группа побывала на объекте и смогла понаблюдать за ходом работ, а также побеседовать с прорабом Алика Миранасян. Как давно вы начали строительные работы? С 14 июня 2017 года. За это время что вы уже учились делать? Мы начинаем согласно графика производства работ, демонтажные работы, усиление конструкций, устройство канализации по плану, по графику. А именно сегодня какие работы ведутся? Сегодня ведутся работы по изготовлению металлоконструкции, демонтажу проемов, электромонтажные работы ведутся, начинаем уже отделочные работы делать. Сколько людей задействовано? Каждый день согласно графику производства работ, количество людей, сколько необходимо на этот день, мы регулируем. У нас работает каждый день от 15 до 25 человек. Что выступает заказчиком? Заказчиком является Южгазэнерджи, подрядчиком Южгазстрой. Работы не прекращаются ни на минуту. Выходным днем является воскресенье, а суббота коротким. По словам прораба, вся используемая техника принадлежит им. Техника вы можете увидеть, газели, бахта, корт-транзит, трактора, краны. Мы, ну, вся необходимая техника, что нужно для производства работы, у нас не задействуем. Есть средства малой механизации. За это время возникали какие-либо трудности? Трудности в стройке легкого ничего не бывает. Трудности есть, но они преодолимые. Ну, они никак не влияют на сроки производства работы. Когда планируешь завершить? Согласно договора. Далее Алик Яронасян устроил для нас экскурсию по всему комплексу и весьма подробно рассказал о том, что уже сделано на сегодняшний день. На первых этапах работ мы занимались демонтажными работами. Вот в данный момент находимся в помещении. Здесь мы демонтировали гипсокартон со стен, с потолка, удалили утеплитель, демонтировали железобетонную плиту перекрытия над помещением входа. Теперь, ну, занимаемся уже монтажными работами. Сделали перегородку, будем делать опаловку и заливать бетон. Начнем проводить коммуникации, электричество, видеонаблюдение, пожарную сигнализацию. Усилим колонны железобетонные и после этого начнем заниматься отделочными работами. Обшивать гипсокартоном, шпаклевать, красить, чистую отделку делать. Здание состоит из двух этажей, которое поделено на множество кабинетов. Одним из них является кабинет раздевалки, где будут установлены перегородки для душевых кабин. Также мы побывали в будущей теплогенераторной, где котлы будут находиться в помещении. И самое главное, газ уже подведен. И к концу недели завершат работы, связанные с наружной канализацией и водопроводом. В тренерской был сделан демонтаж всего помещения. По словам прораба, все материалы доставляются вовремя, дабы не было простоя в работе. Затем мы побывали на втором этаже, а именно в тренажерной. На момент нашего посещения там проводилась укладка электропроводки. Вот видите помещение, здесь уже начали делать монтаж электропроводки, согласно проекту. Старую электропроводку демонтировали, отопление, водопровод, что существовало, мы его демонтировали, и все будет новое, согласно нашего проекта, согласно нормам, документам, чтобы все работало эффективно. Также на втором этаже разместится зал индивидуальной силовой подготовки. По проекту была демонтирована крыша, усилят стены и перегородки. Хочется отметить, что для работников предоставлены все необходимые условия. Их привозят и увозят на вахте. Подрядная организация «Южгострой» добросовестно выполняет свои обязанности и планирует завершить все работы согласно договора. В заключении прораб Алик Яронасян поблагодарил администрацию района за поддержку. Администрация района оказывает всяческие усилия. В течение дня, не один раз приезжают, спрашивают, если какая-то помощь, что-то нужна, помогают, принимают участие, спрашивают. Некоторые виды работ мы с ними согласовываем, чтобы удобно было в последующем для использования людям. Еще одна приятная новость для любителей спорта. Начатое строительство долгожданного футбольного поля на территории школы номер 2. По инициативе депутата Госдумы Мурата Хасанова, к которому обратились жители района, этот проект был включен в программу развития физической культуры и спорта Российской Федерации Республики Адыгея. Работы начались примерно две недели назад. Заказчиком выступила администрация муниципального образования Кашхабльский район. На сегодняшний день подготовлено основание поля, завершенные земельные работы. Приступили к укладке дренажной системы. Монтаж футбольного поля планируют завершить в августе. Продолжение следует...